меня попросили рассказать как я поливаю свои растения в закрытых системах вот такие крупные закрытые системы вазы по 3 по 5 литров где очень долго просыхает грунт где есть опасность загнивания корней и в условиях достаточно высокой влажности как у меня в квартире влажность ниже 60 практически не опускается обычно 6570 и вы видите что у меня не одно такое растение в общем-то я люблю сажать в такие вазы потому что орхидеи это орхидеи это интерьерный цветок и надо чтобы помимо самих цветочков все остальное тоже было идеально со временем становится сложно увидеть насколько влажные корни внутри потому что там зеленый лесной мох он прорастает и он даже когда высыхает он сохраняет зеленый цвет поэтому все что мы видим это просто зелень внутри и приходится ориентироваться на свой опыт но это не значит что надо отказаться от закрытых систем это значит что надо быть более внимательными и аккуратными с поливом мне даже удобнее что их редко нужно поливать потому что растений много и и на просыхание грунта в таких вазах уходит недели три примерно может быть и больше если погода располагает это лето у нас достаточно прохладное долго сохнет грунт но вы видите что корни внутри они не загнивают у них у всех растущие кончики раскукленные прекрасно развивается корневая система равномерно заполняет горшок я любуюсь этими корнями каждый день когда я просыпаюсь первое что я делаю это подхожу и рассматриваю свои растения когда я возвращаюсь с работы первым делом я тоже иду и рассматриваю все орхидеи даже если я возвращаюсь поздно ну не красота ли вот видно уже что керамзит достаточно сухой и это хорошо потому что ну знаете керамзит он забирает влагу говорят что это плохо что корни могут пересохнуть но когда у вас керамзит на дне пусть забирает это хорошо потому что сверху уже грунт просох и я жду пока орхидея окончательно подготовиться к поливу три недели я ждала чтобы полить конкретно это растение это крупноцветковая арт-нуво вот так все начиналось я ставила снимала видео пошагово начала я снимать его 13 числа сегодня 21 по моему да вот и постепенно постепенно с каждым разом корневая система просыхала все лучше более того это стимулирует такой подход стимулирует корневую систему на продолжение корнеобразования чтобы она не успокаивалась на достигнутом и сейчас я буду поливать орхидеи я использую для полива практически всегда воду с удобрениями у меня больше 20 видов удобрений чисто на наращивание корней листовой массы это я еще не считаю те удобрения которые стимулируют цветение во время цветения тоже использую воду с удобрениями я могу полить орхидеи без удобрений если мне лень такое тоже случается и в такие моменты я как раз успокаиваю себя тем что но я же это каждый раз поливаю с удобрениями но вот сегодня полью без удобрений учитывая что такие крупные растения поливаются раз в три недели может быть раз в месяц это не так уж и часто знаете раз в три недели добавить в летний весенний период удобрения это не не будет перебором это все используются орхидеи она растет растут листья вон какие вымахали здоровенные листья было только два листа еще в ноябре года не прошло вы видите сколько пять взрослых листьев и она растит шестой красота правда просто можно медитировать на это удобрения всегда развожу по инструкции я не люблю самодеятельность как написано так я делаю я заливаю растения друг за другом у меня как правило хватает разведенных удобрений на несколько горшков я заливаю эти несколько вас несколько горшков жду ну буквально может быть секунд десять то есть это не полчаса иначе просто этот мох он достаточно много емкий и кора она вбирает влагу и мне кажется что просто это угроза моим орхидеям если они будут стоять как некоторые советуют по 15 минут по полчаса замачиваться они потом будут очень долго просыхать поэтому нет я их сливаю довольно быстро то есть сколько времени уходит на то чтобы из одной емкости залить несколько горшков и потом их сразу слить и я же их медленно сливаю уже нельзя просто взять и перевернуть вверх тормашками потому что там у меня и цион может высыпаться и кора улететь поэтому это все происходит аккуратно но быстро ну и результат вы видите собственно результат я уже сказала что у меня в коллекции нет никаких реанимашек нет никаких больных растений я одно время ими увлекалась но эти времена прошли сейчас я наслаждаюсь тем что у меня просто растения в хорошем состоянии мне нравится жить в хороших условиях чтобы меня окружало все здоровое пышущее жизнью радостью энергией и никаких танцев с бубнами время